Саня, куда мы идём? Вот, вот это вот наша гора. Здесь очень красиво. Очень яркое солнце, оно отружается снег. Уже хочется ездить в машину 2,8,3, а это меня как обычно стопает. Точно, может быть, деревянная у тебя? Ну что ж, то есть, пять часов мы наконец сделали привал и поели, я рад, полон сил. всем привет сегодня мы приехали с вами в поход к озеру параване это примерно 40 километрах танки и примерно в 150 от тбилиси здесь этой стороны его не видно наш путь начинается в полях нам сюда предстоит примерно 26 километров пути мы не ожидали чтобы все еще столько много снега это будет небольшой челлендж и все взяли соответствующую одежду но посмотрим что нас ждет так что погнали чтобы добраться до точки старта успеть пройти запланированный трек и вернуться к авто затем а нам нужно было очень рано выехать расстояние среду небольшое всего 150 километров скажете вы но по серпантину это реально не быстро мы выехали примерно 8 утра и прибыль на место уже к 11 дорога на всем пути реально живописно вам открываются красивейшие горы и долины одни картины сменяют другие но горный пейзаж будет окружать вас всегда хочется останавливаться чуть ли не на каждом километре и снимать открывающуюся красоту только посмотрите какой-то а вот оно и озеро права не окружены альпийскими лугами с одной стороны и разнообразными холмами и горами с другой озеро влюбляет и притягивает к себе внимание в любую пору года но сказать что озеро супер популярно у туристов нельзя возможно удаленность от тбилиси хотя они не такое большое или утомительная дорога играют роль но туристов тут реально немного летом на самом озере а зимой в его окрестностях приезжают катсерферы говорят тут классный ветер и много простора для затяжного кайф озеро манит и притягивает к себе своей невероятной красотой в любое время года мы были в этом районе где-то в в феврале если я не ошибаюсь и рядом с деревней хачкой что ближе к циалке виды на белоснежные пики гор и холмов разбросаны на огромной площади просто невероятно посмотрите как круто это выглядело просто дух захватывает неправда с озером конечно же связано местные легенды она гласит что когда-то давно на месте озера находилась государство порван жил в нем правитель и было у него красавица дочь правитель захотела выдать свою дочку замуж и собрал женихов со всего света но вместо турнира дочка пожелала дать им задание найти для нее неугасаемый огонь женихи разбрелись по свету но назад никто не вернулся то ли не выполнили задание то ли нашли других невест возможно более сговорчив и конечно же красавица расплакалась и слез ее хватило на целое озеро порвали такая вот лиги а если говорить о реальных фактах то на дне озера действительно находится некое захоронение бронзовой эпохи проводились раскопки работали ученые археологи что-то откопали что-то нет в общем проект на текущий момент заморожен но он все еще хранит в себе тайны а что вы думаете о легенде и реальных фактах слезы принцессы или что-то более приземленное пишите в комментариях ваше время ну вот мы наконец и добрались до точки старта оставив машины где-то в полях мы двинулись к реке которая перегораживала нам путь к нашим горам конечно можно было перейти речку вброд но в начале пути очень не хотелось мочить ноги поэтому мы искали мост поэтому мышку нужно перейти на ту сторону это единственный мост через эту речку вот она туда уходит не знаю наверно то с гор стекают ледники вот и мы пойдем направлении вершинки вперед вот видите камушки сложные пучками возделывают скорее всего так местные крестьяне ощущая поле там можно было что-то строить потому что камней очень много так продолжаем путь посмотрим что там у нас будет на подходе к разноснежным горам беспокоимся что будет слишком много снега у нас частично группа не готова цепляется очень много грязи вот видите как это выглядит жестко и ты идешь как на такой амортизирующей подушкой мерзкие ощущения утяжеляет в целом вес ноги ботинок вот но зато у нас здесь открывается замечательный вид и мы идем если не ошибаюсь по правде говоря я даже не знал куда будет сегодняшний хайк в нашей походной банде есть традиция каждый предстоящий хайк это сюрприз детали знает только организатор в объявлении сообщаются только базовые параметры место и время сбора расстояние до точки старта протяженность пути набора высоты и погодные условия большая часть походов это разведка боем то есть мы идем туда первый раз иногда по нехоженным тропам с колючками и кустелями и прочими походными приключениями в этом есть что-то мне кажется а что вы думаете любите сюрпризы или предпочитаете знать детали заранее пишите в комментариях так что мы уже примерно час пути может чуть меньше арсений держится молодцом арсений помаши руки вот у нас здесь вокруг горные вершины но сейчас очень даже жарко солнце пригревает и продолжаем двигаться к вершине уже хочется есть что мы 2,5 часа ехали вот но обед еще не скоро сказали обед будет на вершине этому я как обычно страдаю небольшая переправка этот болотце у нас такое сейчас на каждом шагу это у нас известная походница алина по кличке мандир вот это тайная до тайная кличка в нашем сообществе это называется склон на котором очень много больших волнов смотрите как они здорово здесь разбросаны а вот далеки уже наши горы виняются на самом деле здесь в этой зоне очень много островов домов осталось вот что-то типа такого да здесь под этим углом плохо видно но здесь были дома и много остатков этих домов можно сейчас наблюдать если посмотреть сверху ну чтож мы продолжаем подъем пошла небольшая горочка это конечно заставляет я не знаю кроме расстояние прошли вот мы идем вот все еще могут убору саня куда мы идем куда мы идем саня туда льем очень яркое солнце оно отражается снега без очков невозможно находиться так ну что ж подходим уже начало снежных наших приключений посмотрим на сколько здесь будет глубоко ярко уже ярко идем мы вот и на эту вершинку это вершинка 3300 по моему вот на эту это вершина 2803 не помню как называется гора но здесь очень красиво ну что ж идем дальше смотрим как будет по снегу мои мольбы были наконец услышаны и мы решили подыскать место для обеда прекрасная поляна в долине между двух обули малой и большой это то что нужно хочу отметить что этот хайк был еще в апреле в самую пасху давайте поэтому и обед у вас вышел тематический я не могу мне дамы острые давай опа ничего себе так давай а то что что 5 часов мы наконец сделали привалы поели я рад полон сил но спать не время не надо двигаться дальше не знаю успели мы подняться на вершину больше чем того что там очень много снега решение вот собственно говоря за мной наша гора 2 803 не знаю дойдем и до нее мы сейчас будем собираемся идти вот по хребту вот прям находится и и те и и и и уже сильно припекает солнце, сейчас около 3 часов дня и с одной стороны очень жарко, потому что солнце припекает сильно, но как только ты заходишь за какой-нибудь холм и начинается ветер, то сразу укутуешься в одежду, потому что ветер такой холодный. Снег местами по щиколотку, местами больше, мы стараемся обходить, потому что никто особо не готовился к снегу и не ожидал его здесь и соответственно никто не хочет вымочить ноги. Сейчас мы подойдем к подножью и посмотрим, что там будет. Оценим обстановку и будем подниматься наверх. Даже Браво Локин тоже с нами всю дорогу даже пискнул. Да, Локи? Да, кстати, как вы могли заметить, со мной в походе мой сын Арсений. Это его третий или даже четвертый хайк. По большей части он держится молодцом, хотя порой хайки непростые. Самый большой и наверное самый тяжелый трек мы прошли с ним в прошлом году. Это был июль, жара градусов 35. За день мы прошли примерно 23 километра, плюс набор высоты. Но мне кажется такие впечатления бесценны, детей нужно приобщать к природе с самого детства. А что вы думаете по этому поводу? Далее стоит поводу с Голландом, присоединяемся к природе в пакой мэрэй. Мы в пакой мэрэй. Субтитры делал DimaTorzok 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 Частично Вот там вот да Ну что, идем дальше Погода в горах меняется очень быстро Погода спуститься вниз Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы все еще не приняли решение Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снег очень коварный Ты идешь-идешь такой И проваливаешься вот в такие вот Снежные ямы Ямища О, неприятно О, неприятно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, мы приняли решение не подниматься к крепости И вот почему ветер принес ледяной мглистый туман Который очень быстро двигался в нашу сторону Если бы мы задержались наверху То обязательно попали бы в него А это, поверьте, очень неприятная история А так у нас появилась небольшая фура Нам так казалось Туман был очень плотным Почти физически ощутимым и наступал очень быстро В какой-то момент мне вспомнился старый фильм Глав Помните, там монстры как раз-таки появлялись С похожего мглистого тумана Попавшие в него люди бесследно исчезали Жутковато, конечно Я прям очень явно представился Что-то похожее и у нас Спускаемся по каменному полю Не очень приятная, скажем так, затея Камушки такие разные И если икру с удовольной мерки Много будет чувствовать У меня прочные ботинки Так что я себя чувствую комфортно Но все равно Субтитры делал DimaTorzok Мы спускались с горы вниз И например, он такой непонятный Не сказать, что это шелтер Но какая-то палатка Видимо, ее соорудили Возможно, вроде прочего Пастухи, которые здесь Возможно, постоянно Пасут Коров и овец Внутри ничего интересного нет Но интересно, что вот она здесь Кто-то видел Хорошо отдыхал Здесь можно укрыться от ветра Давайте заглянем Тут ничего интересного нет А вот там вдалеке стоит туалет Тоже такой забавный И вот такой прекрасный вид Весь путь вниз Вдул сильный пронизывающий ветер Мы продолжали спуск И шли по каменистому ущелью Что создавало Определенный дискомфорт В то же время Мглистая туча Продолжала опускаться Все ниже и ниже В наше ущелье Было немного времени На перекус Мы успели отдохнуть И переодеть мокрые вещи Кстати, крайне важно Иметь с собой комплект Как минимум сухих носков Вот по такой каменистой пустыне Мы сейчас идем Мы все называем Табак Попробуем Этим камушкам Разбираться Вот на ту сторону Что, давайте попробуем Ох ты ж Очень тут Коварно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы спускались вдоль речки К нашей точке старта Ветер усиливался И группа уже довольно сильно подмерзла Открывался прекрасный вид На долину и поселок внизу Мелодично журчала речка Подбадривая нас Но силы были уже на исходе Мы радовались тому Что сделали правильный выбор И не стали подниматься К руинам крепости Конечно, нам очень хотелось Поставить галочку Посещено Но безопасность участников Группы для нас была важнее Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, передает ли картинка Ту атмосферу, что царила вокруг Мне кажется, что нет Но поверьте, сильный ветер не утихал И команда едва сохраняла Оставшееся тепло Надвигающийся туман Действительно был мрачным Холодным и словно липким Он окутывал нас со всех сторон Без перчаток рука просто Отмерзал За секунды И снимать у нас все тяжелее В какой-то момент я понял Что нужно сконцентрироваться На преодолении оставшейся части пути И все мои силы уходили именно на это К сожалению, я был вынужден Прекратить снимать видео Так как задача была только одна Дойти скорее до места В котором можно было укрыться От этого леденящего ветра Сой за фото Но видео я больше снимать не мог Очень замерз Доставать руки из карманов Совсем не хотелось Чтобы не терять оставшееся тепло Арсений шел на морально волевых Локи тоже Через минут 20 Мы наконец добрались На наших авто Замерзшие Уставшие Но довольны Мы отправились в обратный путь И очень вовремя Так как скользкий туман Наконец нас настиг И опустился на трассу Окутав нас Словно во мгле Дорога впереди была видна От силы на пару метров Я живо вспомнил кадры Из фильма «Вгла» Который сегодня вспоминался Мне неоднократно Удачно пристроившись За машиной с аварийными мальчиками Мы прошли опасный участок И благополучно вернулись домой Ребят, спасибо вам Что вы смотрели до конца Это был мой первый полноценный видос И ваша поддержка Поможет мне дальше Снимать классные ролики И рассказывать о моих приключениях Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И пишите в комментариях Что вам понравилось А что нет С вами был Юрий Вич Сергей Всем пока И до новых приключений Субтитры сделал DimaTorzok